Жить будем дольше. О реализации нацпроекта здравоохранения отчитался директор облздрава Алексей Мазалёв. Продолжительность жизни во Владимирской области должна увеличиться до 78 лет 2025 году. Для этого у нас в области 7 региональных проектов по улучшению качества оказания медуслуг. По состоянию на 18-й год, на конец 18-го года, на территории Владимирской области средняя продолжительность жизни составляет 71,1 года. И, безусловно, такой скачок за 5 лет до 78 лет подразумевает собой колоссальное напряжение, необходимость применения разнонаправленных, разных подходов, стратегических, интересных, инновационных методов для того, чтобы добиться этого результата. Поскольку четверть населения области живет в сельской местности, будут развиваться ФАПы и амбулатории на селе. До начала 2021 года в области планируют построить 45 фельдшерско-акушерских пунктов. Планируется также закупка передвижных ФАПов для деревень с населением менее 100 человек. Первая ступень, которая реализуется сейчас в рамках развития системы оказания первой медицинской санитарной помощи, это строительство фельдшерско-акушерских амбулаторных, врачебных амбулаторий на территории Владимирской области. По состоянию на 2019 год, на декабрь 2019 года у нас по плану должно быть построено 21 ФАП и 21 ФАП. Скорую помощь тоже ждут перемены. Единый диспетчерский центр позволит выслать ближайшую к пациенту бригаду, даже если она относится к другому муниципальному образованию. Сейчас на территории области работают 5 станций скорой помощи и 18 отделений. Таким образом, к 2024 году стоит задача объединить всю службу скорой медицинской помощи в одной организации. При этом увеличится штат, при этом будет увеличено, безусловно, и количество бригад, будет переработан алгоритм работы бригад, будет сдержаться курс на увеличение заработной платы, на обучение фельдшеров и врачей, которые оказывают медицинскую помощь. Уже с 2020 года к нуждающимся в экстренной помощи начнут прилетать медицинские вертолеты. Для этого на территориях ОКБ, детской клинической больницы и в районе городской больницы скорой медицинской помощи начнется строительство вертолетных площадок. Будет выделено как средство из федерального бюджета и областного бюджета для обеспечения оплаты вылетов санавиации. Будет арендован, скорее всего, вертолет, обучена бригада фельдшеров, врачей специально для оказания санитарной авиации помощи. Кадры по-прежнему больная тема. За последний год область покинула еще 30 врачей. Дефицит кадров уже перевалил за тысячу. Новым специалистам чиновники обещают льготы. Сейчас по программе «Земский врач-миллион» предлагает Владимирская область, как и многие субъекты. Мы предположили, что хорошим инструментом будет возможность предоставлять 2 миллиона, но на 10 лет. Таким образом, специалист, если он примет решение работать на селе, педиатр или участковый врач, или врач-онколог, приедет работать в Владимирской области, у него будет возможность фактически купить жилье. В регионе уже начал работу Центр по привлечению квалифицированных медкадров в систему здравоохранения. Он обещает помочь на всех этапах, от стадии обучения до трудоустройства. Поможет даже с получением жилья и местом в детском саду, если у молодого специалиста есть маленький ребенок. Ну и, конечно, область планирует развитие онкологических и сердечно-сосудистых центров. Уже в этом году в онкодиспансере начнет работу мощная молекулярно-генетическая лаборатория. Константин Миронов и Александр Мажаров. Шестой канал.